Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Черногоров Андрей Александрович. Я являюсь генеральным директором торговой площадки Газпромбанка. Это новый проект на этом рынке. Действительно, до июля 2012 года на нашей площадке не существовало. Это достаточно новая инициатива, в первую очередь в нефтегазовом секторе. В принципе, после этого мы уже начали работать и в других секторах экономики. Данная площадка… Знаете, есть такой анекдот, что украинские альпинисты поднялись на Эверест на день позже российских, что позволило им снять российский флаг и поставить украинский. В общем, философия создания этой площадки была не создать еще одну торговую площадку, которая осуществляет всем понятный набор процедур. А философия была сделать некий продвинутый сервис, в первую очередь для крупных и крупнейших заказчиков Российской Федерации, которые, ни для кого не секрет, в основном сосредоточены именно в нефтегазовом секторе. То есть основные принципы, которые были заложены в работе, это решить те ключевые проблемы, которые накопились в сфере закупок за чуть больше, чем четыре последних года существования отраслей электронных торгов, электронных торговых площадок. В общем-то уже некая практика есть, и проанализировав ее, в первую очередь группа «Газпрома» выступила с инициативой создания вот такой площадки. В чем, собственно, особенность закупок этой отрасли? Почему мы считаем, что есть какая-то особенность в том, как проходят закупки именно здесь? Мы считаем, что в отличие, допустим, от высокоразвитой отрасли государственных закупок или от закупок, может быть, торговых предприятий, которые достаточно давно уже используют электронные торги в своей практике, закупки нефтегазового сектора, крупных предприятий нефтегазового сектора отличаются определенными особенностями. Во-первых, естественно, это производственные предприятия, то есть это непрерывный цикл. Во-вторых, это гигантские объемы номенклатуры. То есть в первую очередь стоит вопрос, как работать с десятками тысяч позиций, которые выставляются на торги. Опять-таки по сравнению с достаточно скромной номенклатурой сервисных предприятий. Все предприятия нефтегазового сектора – это холдинговые структуры с разветвленной иерархической структурой корпоративного управления. То есть мы всегда сталкиваемся с ситуацией, когда есть большое количество зависимых обществ, территориально распределенная иерархия и так далее. То есть это тоже накладывает определенные требования на систему закупок. И в общем-то предприятия, опять-таки нефтегазового отрасли, уже успели за последние несколько десятилетий пройти несколько раз путь от централизации к децентрализации и обратно. В части закупок это также проявлялось. Дальше автоматизация. Действительно предприятия все с деньгами, и в большинстве из них внедрены продвинутые решения в части управления ресурсами. То есть ERP-системы, а в ряде случаев и SRM-системы. То есть система управления отношениями с поставщиками. Также следует учитывать, что часто поставочные цепочки вовлекают предприятия одной группы, одного холдинга, которые вертикально интегрированы по какому-то производственному циклу. Это тоже есть особенность таких отраслей. И плюс, в общем-то, используется достаточно сложное, дорогостоящее оборудование длительной эксплуатации, что опять-таки накладывает определенный отпечаток на то, что мы должны не просто сравнивать по цене какие-то товары, а сравнивать товары по совокупной стоимости владения, включающей достаточно много факторов. И приведение их к текущему времени, к общему знаменателю, является одной из функций, которые ставят перед собой современные автоматизированные системы, в том числе наша площадка. Значит, основные вызовы, я не скажу, что это проблемы, потому что проблемы — это что-то, что пока находится в таком состоянии, требующем решения. Это те проблемы, которые уже решаются и где-то уже решены. Но они так или иначе стоят перед каждым заказчиком в этой отрасли. То есть первое — это повышение качества поставок, качества поставщиков, то есть проблема управления качеством вот этой аудитории. Второе — это прозрачность бизнес-процессов, довольно стандартный вопрос автоматизации этих процессов. И важнейший тренд последнего времени — это переход от закупок конкретных позиций к управлению жизненным циклом закупки, то есть от закрытия заявки к управлению жизненным циклом. Это тоже некий тренд этой отрасли, который мы бы хотели учесть в своей системе. Ну и, конечно же, красной линией через все это проходит управление номенклатурой, потому что номенклатура очень обширная, очень разветвленная. И, в принципе, на самом деле сейчас сталкиваются и поставщики, и заказчики с тем, что и разные филиалы, и разные предприятия закупают одно и то же, просто по-разному описанное. И, в общем-то, одна из задач современных IT-систем — позволить сравнивать и находить какие-то товары-заменители при помощи, соответственно, инструментария анализа нормативно-справочной информации. Соответственно, те площадки, которые претендуют на эффективную работу в нефтегазовой отрасли, должны каким-то образом на эти вопросы отвечать и представлять заказчикам и поставщикам какие-то сервисы, которые могут облегчить или решить вот эти поставленные вопросы. Соответственно, наше предприятие создано в прошлом году, в июле 2012 года. Первая наша задача была, естественно, перевод закупок группы «Газпром». В сумме это, наверное, больше двух тысяч предприятий, дочек, внучек и так или иначе зависимых обществ на единую платформу. Соответственно, эта задача в октябре прошлого года была решена. И с октября-ноября прошлого года вся эта гигантский объем товаров и услуг уже торгуется на ТП ГПБ. Соответственно, вторым этапом развития нашего проекта является привлечение других предприятий нефтегазового сектора, в первую очередь, и во вторую очередь других секторов экономики, к взаимодействию на нашей платформе. То есть я не говорю площадки, я говорю платформе, потому что это немножко более комплексное понятие. Понятно, что с точки зрения чисто процедур большинство компаний — это субъекты 10.23 закона, и есть довольно четкие требования к организации этих процедур. И понятно, что площадки, которые этим занимаются, должны отвечать, в первую очередь, законодательным требованиям, а в вторую очередь отвечать существующим стандартам закупок разных предприятий. Поэтому максимальная гибкость — это один из важных критерий, при выборе площадки. И очень важно понимать, что та или иная IT-система позволяет не менять бизнес-процессы, будучи внедренной, а подстраиваться под уже наработанную практику. И я говорю именно в части торгово-закупочных процедур, как самого острия процесса контрактования. Понятно, что всем знакомы эти процедуры. Я хотел бы еще раз обратить внимание поставщиков, потому что у нас сегодня аудитория такая смешанная, что доминирующая процедура, которая используется, конечно же, по-прежнему — это многоэтапный запрос предложений. То есть в среднем 2-3 этапа проходят на… Большинство компаний в итоге приходят, наверное, к такой процедуре. И несмотря на наличие большого многообразия таких процедур, все равно заказчики предпочитают проводить именно вот этот тип процедур. Интеграция с информационными системами — это стало даже уже не фишкой, это стало уже необходимостью, которую все площадки должны осознавать. То есть подчас интерфейс площадки должен быть даже, наверное, незнаком заказчику. То есть заказчик должен внедрить торговую площадку как решение и даже этого не увидеть, потому что существующие IT-системы внутри предприятия — это уже та база, с которой необходимо считаться, и те решения, которые претендуют на внедрение на этом рынке, должны понимать, что они должны бесшовно интегрироваться с существующими ERP, складскими и системами МТР, которые стоят у заказчика. В этом плане, соответственно, разработка соответствующих инструментариев на площадке — это также очень важный фактор. С площадкой должен работать поставщик. То есть наш тезис, что площадка — это инструмент для поставщика заказчик, и для заказчика это сервисный инструмент, который находится где-то за сценой. Интеграция со смежными сервисами — это тоже один из ключевых параметров, потому что, опять-таки, ни для кого не секрет, что крупнейшие площадки на рынке, например, государственного заказа принадлежат крупным банковским структурам — группе ВТБ, Сбербанк, и, собственно, и все. На рынке корпоративного заказа «Газпромбанк» — это первая площадка, которая полностью принадлежит, собственно, «Газпромбанку», в крупнейшей структуре — это четвертый банк в России. Это позволяет встраивать в тендерный процесс определенные финансовые инструменты, которые решают… Часть из них решают вопросы заказчика, часть из них решают вопросы поставщика. Очевидно, что при выполнении больших контрактов, при выполнении контрактов с длительным сроком или с сложной структурой исполнения, такие продукты, как факторинг, кредитование, контроль расходов, многоуровневый контроль расходов являются сейчас уже вполне себе стандартными сервисами, которые должны предлагаться. И они предлагаются банками, но мы предлагаем их в четкой привязке к тендерному процессу. Значит, еще один параметр, наверное, на который стоит принимать во внимание — это параметры безопасности. Опять-таки мы, многие, наверное, из вас, в том числе, если вы когда-то участвовали в тех же государственных заказах или если вы работали на электронных площадках, понимаете, насколько важны параметры конфиденциальности, неизменности информации и защита данных. Потому что как только площадка перестает решать эти вопросы, она становится из инструмента прозрачности становится инструментом сговора. Это большая проблема. И на самом деле очевидно, что заказчики больше хотят работать с теми площадками, которые дают необходимый уровень прозрачности. Обеспечивается это, естественно, внедрением и довольно дорогостоящим внедрением инструментов информационной безопасности. Как я уже сказал, многие крупные предприятия — это холдинговые структуры. И одна из важнейших задач, которые решают закупочные IT-системы, закупочные инструментарии — это прозрачность расходов. Прозрачность расходов в различных разрезах. В разрезах территории, географии, номенклатурных категорий. И возможность, скажем так, гибкой настройки контроля над деятельностью зависимых обществ или подразделений. То есть не всегда, однозначно можно сказать, что дается самостоятельность или наоборот централизуется. Иногда такая деятельность микшируется, когда по какой-то группе есть самостоятельность, по какой-то группе есть централизация. По каким-то… Ну и это, скажем так, некоторым образом уже наработанная практикой схема, ломать которую электронная площадка не только не должна, а наоборот должна поддерживать вот, скажем так, вот эти особенности бизнес-процесса заказчика. Ну и естественно аналитический инструментарий также выдвигается на первый план, потому что информация — это является основой для принятия решений. В ходе тендерного процесса нарабатывается информация о десятках тысяч сделок, правильные выводы из которых можно сделать только если у соответствующего инструментария есть такие возможности. Значит, есть еще ряд всяких там фишек, которыми площадка должна обладать. Мы, наверное, сейчас, коль скоро у нас аудитория в основном, я так понимаю, все-таки поставщики, мы на них останавливаться не будем. Вот. Я, кстати, хотел бы два слова сказать по поводу доступа на торговую площадку. Он является бесплатным. И мы считаем, что это, в общем-то, так и должно быть, потому что мы знаем, что ряд предприятий в этом секторе в основном монетизируется за счет платы за подключение к торгам. Мы в этом плане исповедуем совершенно другую политику. Мы считаем, что платят, и вообще деньги платят только за успешное выполнение, за успешное решение задачи. То есть если случился контракт, в таком случае возникает тариф. За доступ к документации, за просмотр торгов, за получение объективной информации по торгам, за оповещения и так далее, поставщики платить не должны. И, естественно, за это также не должен платить заказчик. То есть бизнес-модель, которую мы пытаемся на этот рынок привнести, она также немножко отличается от того, к чему многие из вас привыкли. То есть никакой платы за информацию. Значит, по поводу схемы взаимодействия, действительно, вся информация сейчас должна агрегироваться на сайте закупки Gov.ru. Это важнейшее требование для многих предприятий, субъектов естественных монополий. Таких у нас в России 300 тысяч. Поэтому для вас, поставщиков, это действительно большой ресурс информации. И современная закупочная система действительно должна обеспечивать такую интеграцию тоже для заказчиков в бесшовном виде. Среди клиентов, которые, ну просто, чтобы дать вам понимание, это не только газовая отрасль. То есть, действительно, вот к этому инструментарию, который был изначально разработан для газовой отрасли, сейчас подключаются предприятия и металлургической отрасли, и машиностроения. И, в общем-то, достаточно такой хороший пример того, что те решения, которые мы предлагаем, они действительно работают и решают вопросы для крупнейших предприятий. Соответственно, я приглашаю, с одной стороны, поставщиков проходить регистрацию на нашей площадке. Это бесплатно, еще раз подтверждаю. И предлагаю присутствующим в зале заказчикам, соответственно, задуматься о поднятых мной вопросах и рассматривать предлагаемые им решения на рынке электронных площадок именно под этим углом. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, а что конкретно, по вашему мнению, может заставить нефтяные компании, которые вложили уже колоссальные финансовые и кадровые ресурсы до создания своих собственных программ этих СРМ? Что она может заставить прийти к вам на площадку? И второй вопрос. Вы сами верите, что нефтяники к вам придут? Спасибо. Есть такое… Вот вы выразили сейчас основной вопрос, который возникает у каждой практически крупной компании. Зачем нам площадка, если у нас уже есть САП СРМ, и мы в него вложили уже несколько нулей в долларовом эквиваленте. Значит, САП СРМ – это хороший инструмент для работы внутри предприятия, но это плохой инструмент для работы с внешней средой. Значит, работа с внешней средой поставщиков вызывает сразу кучу вопросов. То есть он вызывает вопросы, связанные с… Первое – с безопасностью. Второе – с аудиторией данных поставщиков. Третье – с прозрачностью и доверию аудиторией поставщиков к этой системе. Ну и там наличие сопутствующих сервисов, наличие маркетинговых сервисов. То есть есть целый ряд позиций, которые дает электронная площадка. Она не заменяет СРМ-систему, она не заменяет ERP-систему. Она с ними прекрасно интегрируется и существует в симбиозе. Использовать или не использовать электронные площадки решает для себя каждая компания в отдельности. Просто в итоге крупнейшие структуры приходят к тому, что существует ERP. Это дело прошлого десятилетия. Дело этого десятилетия – это СРМ или какие-то МТР-системы автоматизации. И дело последних двух-трех лет – это подсоединение к ним какой-либо торговой площадки как некого конечного инструмента для работы с аудиторией поставщиков. Я могу привести много примеров. То есть это Газпром, Росатом, ФСК ЕС, энергетика вся, металлургические предприятия, те же самые магнитка, что-то еще. Наверное, 80 из 100 предприятий из топ-100 используют такую схему. Поэтому я не думаю, что мы должны задавать вопрос, что заставит нефтяников прийти. Просто это уже такой отраслевой стандарт де-факто. Поэтому мы просто предлагаем одну из возможностей, которые они могут в этом плане использовать. Еще вопросы? Значит, вопрос достаточно простой. Я так понимаю, торговая площадка – это хороший инструмент для… Это как бы тусовка для тех, кто предлагает, тех, кто покупает. Оборудование ликвидное. Например, арматуру, кабельную продукцию, инструмент. Предлагается ли какой-то инструментарий для реализации составного оборудования, сложного оборудования? Который нельзя определить одним словом, сколько штук, сколько килограмм, а речь будет идти о техническом задании. Тяжелом техническом задании. Ну, я не совсем корректно, не совсем я вас понял, потому что обычно заказчик определяет, что должно закупаться. То есть заказчик поставляет лоты. Бывает, что позиционные торги для простых номенклатур, просто какие-то позиции конечные, просто специфицируемые. А бывает, что это сложные торги на комплексное, допустим, какое-то оборудование или комплексное постройку чего-то. И на самом деле вот такие лоты как раз последнего типа преобладают. То есть в основном заказчик заказывает нечто крупное. И уже дело поставщика, изучив техническое задание, дать свое предложение на весь лот целиком. Ну, то есть так оно и бывает. Можно переформулировать вопрос. То есть понимаешь, что даже супер крупные контракты могут разыгрываться через электронные площадки. То есть есть разные самые примеры и миллиардных контрактов, и 10 миллиардных. Я говорю, может быть, не о вас, а в принципе по рынку. Самый крупный пример, я помню, было 120 миллиардов рублей. Контракт на электронных торгах был прямо заключен на 120 миллиардов рублей. Есть у вас какой-то специальный инструментарий, когда у вас отличаются изначально продуманные разные процедуры для, условно говоря, простых товаров, и, может быть, каких-то сложных проектов на уровне EPC и EPCM контрактов? Ну, обычно, скажем так, сложные контракты, во-первых, предполагают более сложные процедуры. То есть там более многоуровневый идет отбор и поставщиков, и их проектов. То есть сам тендерный процесс предполагает несколько стадий. Это во-первых. Во-вторых, наоборот, простые контракты иногда торгуются в оппозиционные торги, когда четко специфицированы номенклатуры, и поставщик просто выставляет построчно цену за предлагаемую продукцию, предполагая, что она стандартизирована. То есть у вас есть и то, и другое. Если можно, у меня вопрос по расценкам. Вы сказали, что вы берете только с победителя процент, я так понимаю, или фикс? Нет, фиксированный тариф с победителя. А, фикс? Да. Все, то есть я не должен рассчитывать на какое-то увеличение процентное? Нет, нет. А порядок? Да, порядок. 4 тысячи рублей. То есть одну процедуру с победителя? Да, абсолютно верно. То есть с точки зрения обслуживания площадки, ей не важно, контракт какого объема на ней торгуется. Большое спасибо, Андрей Александрович. Думаю, было всем интересно. Спасибо.